МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня понедельник, 5 февраля, и в студии Рустем Каримуллин. Я Соль Мухамедзянова. Понедельник день хороший, особенно когда знаешь, что каждый день февраля приближает нас к весне, несмотря на то, что погода устроила нам сюрприз. Да. Но действительно так, солнце с каждым днем все больше, темнеет позднее, сердце радуется. Как всегда, сегодня нас ждет много интересного. Оставайтесь с нами. Как найти силы, чтобы бороться с тяжелой болезнью? Приятного аппетита! Готовим идеальные сырники. Атид. Чем опасно воспаление уха? Мы начинаем нашу программу с очень полезного сюжета. Тема серьезная, но не говорить об этом нельзя. Вчера во всем мире отмечался день борьбы против рака. Эта дата провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. И цель этого дня – привлечение внимания людей к предотвращению, выявлению, лечению этого заболевания. На эту тему и первый сюжет. Совсем еще молодая, а такое несчастье, говорили окружающие, когда Лариса Муравьева рассказывала им о своем диагнозе. Он звучал как приговор – рак. Но женщина не падала духом и точно знала – она выздоровеет. Обратилась когда к врачам, пришлось прооперироваться. Ну и вердикт медиков, соответственно, что не ходить и так далее нормально до конца по-человечески я не буду, в общем-то, и это на всю жизнь. Ради исцеления женщина начала прислушиваться к себе, к своим интересам и изменилась до неузнаваемости. Она решила жить полной, насыщенной жизнью. Развод был только началом. В какой-то момент стало понятно, что ей нравится помогать людям. И самой себе. Шутка ли ежедневно обливаться холодной водой в 6 утра? Сейчас я для себя определила некий распорядок дня, которому придерживаюсь теперь всю жизнь. Я перешла на вегетарианское питание, начала заниматься конкретно уже вплотную, если раньше только иногда делала зарядку, сейчас каждое утро после обливания делаю цигун, медитация, настройки на состояние такое рабочее, энергетическое. В 42 года она поступила в медицинский университет и с отличием его закончила. Главное, считает она, позитивное мышление, физические упражнения и активная жизнь. Ей интересно все, от энергетически заряженной воды до народных кукол. Но не все больные, к сожалению, так оптимистично настроены. А между тем, современная медицина способна успешно лечить самые серьезные состояния. Главное, вовремя начать лечение. Мы говорим вам здравствуйте. У нас в студии Рустем Хасанов, директор Казанской государственной медицинской академии, член-корреспондент РАН, главный онколог Республики Татарстан. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо и вам. Ну, а мы начнем с наших вопросов. Как известно, любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И с онкологическими патологиями то же самое. Скажите, скрининг, то есть выявление, каких раковых заболеваний проводится при обязательных диспансеризациях в поликлиниках города? Это сразу несколько локализаций. Причем, если в совокупности, они более 50% составляют. Поэтому чрезвычайно важно участвовать в этой программе, программе диспансеризации, поскольку онкологический компонент этой программы нацелен на то, чтобы выявить ранние формы, самые-самые ранние формы, когда нет никаких проявлений болезни. Это рак толстой кишки, прямой толстой кишки, шейки матки у женщин, молочные железы, предстательные железы у мужчин, кожи, слизистых, ротоглотки. Вот, понимаете, это чрезвычайно важно. Конечно. А на какой стадии чаще всего люди приходят к онкологам, вот уже обращаются? И часто ли именно после диспансеризации приходят? К сожалению, в обычной практике достаточно много запущенных случаев. Почти 30%, даже более. Но с каждым годом этот процент уменьшается, запущенных случаев, увеличивается количество ранних форм. И именно диспансеризация и служит тому, чтобы как можно больше было ранних форм, потому что их можно вылечить. Ведь любую болезнь в самом начале гораздо легче вылечить. Мало того, при диспансеризации можно выявить другие заболевания, которые впоследствии, если их не лечить, то могут привести к раку. Понимаете? И вот ранние формы вот этих предопухлевых таких заболеваний, фоновых заболеваний, тоже можно в ранних стадиях обнаружить. И успешно пролечив, не допустить рак. Это как бы называется у нас медицинский термин вторичная профилактика. А вот если человек все же решился на обследование, как будет построен его маршрут? То есть что будет следовать? Вы знаете, вот эта диспансеризация, она нацелена, эта программа нацелена именно на работу со здоровым населением. И те люди, чей возраст как раз и совпадает, потому что раз в три года это была диспансеризация, с этого года некоторые формы раз в два года, их приглашают в свою поликлинику. Нужно прийти, сдать тесты, пройти собеседование и делать все, что скажут медицинские работники. Потому что все, в общем-то, расписано, предусмотрено, особенно в Республике Тарстана, очень большое внимание и Министерства здравоохранения, руководства, правительства нашей республики на эту программу. Потому что все понимают, что это чрезвычайно важно, это сохранение жизни наших сограждан. Надо только, чтобы каждый еще о себе тоже подумал. Ну, конечно. Обратная связь нужна. Не жаловался, не говорил, а где, кто. Ну, за себя-то немножечко. Мы же ухаживаем за своими машинами, техосмотр проводим, оплачиваем это. А эта программа бесплатная. Но надо немножечко потратить и свое время, и в любом случае, конечно же, могут быть какие-то неудобства. Ну, может быть какая-то небольшая очередь. Могут сказать, что вам позвонят. Если не позвонили даже, но приди и позаботься о своем здоровье. Ну, вот ваш совет нашим телезрителям. Что нужно делать, чтобы самому быть спокойным и как бы из-за здоровья своих близких? Вот все-таки не бояться идти к врачам? Или вот, может быть, какие-то, может быть, я не знаю, какие-то вот подозрения возникли? Многие все же боятся, мне кажется. Нужно себя беречь, нужно здоровый образ жизни, закаливание физкультуры обычно, это само собой, здоровое разнообразное питание. И, конечно же, не бегать от различных программ, которые ведут, то есть профилактические программы, в том числе диспансеризация, и членам семьи советовать, и друзьям, и самим участвовать в этих программах. И тогда можно предупредить болезни, не допустить. А если она случится, то выявиться в ранних стадиях и победить. Но все же лечится, да, и вот эта вот болезнь. Просто многие думают, что рак, вот он не излечим. Мне кажется, в Татарстане все же сейчас уже... Вот вы посмотрите, у нас сейчас на учете более 100 тысяч человек с этим диагнозом в онкологической службе. Более 60 тысяч из них – это люди, живущие 5 и более лет, и 10, и 15 после установления диагноза. Да, а вот какие есть новые технологии у нас в республике по лечению данной болезни? В нашей республике практически есть все необходимое для диагностики, в том числе молекулярно-генетические исследования, возможности ядерной медицины. Татарстанская школа онкологов, хирургов, она широко известна в нашей стране. И даже за рубежом. То есть есть очень хорошие, проверенные методы и технологии лечения, потому что лечение состоит в основном из трех компонентов. Это хирургическое, это лекарственное лечение и лучевая терапия. Лучевая терапия тоже. Вот недавно появился по частному государственному партнерству в республиканском онкологическом диспансере аппарат томотерапии, для томотерапии он называется. Это просто новые технологии лучевой терапии из того же самого. Поэтому сказать, что вот где-то за рубежом есть то, чего у нас нет, ну, я бы не стал. Потому что и организация онкологической службы, и сами технологии диагностики и лечения, они на самом современном уровне. И медикаментами все больше и больше обеспечиваются наши пациенты. Другой вопрос, что некоторые виды новейших лекарственных препаратов, они очень дороги. И ни в одной стране мира ими 100% не обеспечивает государство. Здесь надо как-то думать. Все индивидуально еще. Все индивидуально. И тем более персонализированная сегодня медицина. Ведь каждому пациенту нужно подбирать, собственно, нужное ему лечение. Да. Ну что ж, спасибо огромное за то, что вы делаете, за то, что спасаете жизни людей и даете надежду. И мы желаем всем нашим телезрителям здоровья. Берегите себя и своих близких. И не затягивайте, обращайтесь вовремя к специалистам. Доброе утро. Наша программа продолжается. И сейчас традиционное время гороскопа. Овны, постарайтесь оградиться от мыслей и людей, которые могут принести волнение и дискомфорт. Больше времени уделяйте себе и делам, которые вам по душе. В понедельник самое актуальное. Согласен. Тельцы, не давайте сами никаких обещаний. И не слишком верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное представление. Близнецы, для вас сейчас совершенно неприемлема торопливость и нетерпеливость. Хотя дело окажется не в проворот. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Это всегда приятно, когда кто-то хочет тебе помочь в тяжелых... Самое главное – это понять. Раки. Для вас идет благополучный период, который внесет свои яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. В понедельник день, на самом деле, не такой тяжелый, как кажется. Лев, данный день в профессиональном отношении может оказаться трудным. Когда вам покажется, что успех совсем близок, на пути будут вырастать новые препятствия, мешающие осуществлению планов. Но ни в коем случае, пожалуйста, не расстраивайтесь. Все пройдет. Вот есть бег с препятствиями. Это осуществление планов с препятствиями. Девы, в данный период вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Дела, дела, переговоры. Ну так понедельник же. А наша программа продолжается, и сейчас время полезных советов. У вас стреляет в ухе? Кажется, будто в нем что-то есть? Появилась слабость и бессонница? Возможно, это отит. Причины у этой болезни самые разные. Переохлаждение, понижение иммунитета, какие-то хронические заболевания в полости носа, допустим, полипоз, аллергический какой-то, допустим, ренит, гайморит. Отит поражает и детей, и взрослых. Главный симптом – острые или ноющие боли в ушах. Правило одно – следует идти к врачу. Если боль не прошла, через два дня. Не лечите отит самостоятельно, особенно с помощью народных средств. Идет воспалительный процесс слуховой трубы, барабанной перепонки, барабанной полости. Там воспаляется слизистая оболочка этой всей барабанной полости. Там и так получается такая влажная среда, поэтому особо промывать уши нельзя. Нужно назначать камфорное масло, можно покапать в тёплом виде. Туда в виде турундочки можно поставить турундочку. Ну, какой-то тёплый платок одеть, в нос покапать что-то, сосудосуживающие капельки. Консервативная терапия состоит в тщательном и систематическом удалении гноя из уха и применении дезинфицирующих вяжущих средств. При среднем отите может понадобиться небольшая операция. Профилактика заболевания проста. Не переохлаждайтесь, избегайте сквозняков, ешьте пищу, богатую витаминами, укрепляйте иммунитет и соблюдайте гигиену ушных раковин. Но не стоит чистить их ватными палочками. Можно занести инфекцию, можно какую-то травму. Если, допустим, там серная пробка, то можно серную пробку туда протолкнуть. Можно поцарапать. Много людей, многие обращаются с инородными телами в ушах. Если там что-то там почесать или там, допустим, почистить, я люблю назначать в эти ватные палочки обмакивать в борный спирт. Обмакивайте и потом протирайте. Если же вы все-таки заболели, обязательно постельный режим и полный покой. А после излечения нужен специальный массаж уха, чтобы не дошло до тугоухости. Большой палец ставится за ушную раковину, остальные четыре остаются спереди. В таком положении ухо активно массируется, пока орган не станет горячим. Мочку уха потянуть вверх, затем вниз, тоже с ушной раковиной. Затем ушную раковину аккуратно вращать по часовой стрелке, позже против нее. Движения повторять по 20 раз. Они способствуют не только улучшению слуха, но также убирают звон в ушах и головокружение. По отзывам даже зрение становится острее. Мы надеемся, что вы приняли к сведению советы специалистов. Берегите, пожалуйста, ваши уши. Все-таки слух – это важно. А мы продолжим. Редко кто из россиян не любит картофель. И вот хорошая новость для всех нас. Долго считалось, что его употребление связано с риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых болезней. А все из-за высокого гликемического индекса. Ну как это? Картошка, второй хлеб. В реальности 100 граммов картофеля содержат около 75 килокалорий. Это совсем немного. Например, в кефире трехпроцентной жирности 56 килокалорий на 100 граммов, а в семечках подсолнечка – 600 килокалорий. Вот как! Большая часть исследований, результаты которых показывали неполезность картошки, проводились в Северной Америке, где традиционно едят картофель фри и чипсы. Так и появился этот продуктовый миф. Но у нас сегодня в рубрике «Приятного аппетита» речь вовсе не о картофеле. Смотрим внимательно. Для приготовления идеальных сырников возьмите 600 граммов творога, одно яйцо, по 5 столовых ложек муки и сахара. Смешайте все ингредиенты до однородности. Сформируйте небольшие лепешки, присыпая мукой. Обжарьте с двух сторон до корочки. Приятного аппетита! Любимые блюда детства – вот эти сырники. С утра просыпаешься, в воскресенье, и такой запах сырников. Бежишь скорее на кухню, не знаю, что мама уже с утра постаралась и напекла сырников тебе, и сидишь, кушаешь. Да, ну это просто прекрасно. Главное не увлекаться особо этим. Да. Ну а сейчас наши маленькие эксперты готовы поговорить. Да. А вот о чем – смотрите сами. Утро бывает всегда много-много солнца. И я перед садиком люблю посмотреть мультики или яролаш. А в это время моя мама готовит завтрак, коктейль и банановую тарелку. А потом вжиг машину и еду в садик за конфетами. Нам их дает наш любимый охранник Римзин Нурович. Но больше всего я люблю темное утро. Оно бывает только зимой, когда я стою, а за окном те нищие. Утром я стою и иду чистить зубы. А пока мама готовит мне вкусный завтрак, я успеваю поиграть в машинке. А когда выходной и зима, мы утром идем всей семьей убирать снег. А с навеса падает снег и гремит бум-бум-бум. Самое лучшее утро – это зимнее утро. Когда смотришь в окно, и везде снег. Утром я люблю поспать, потому что папа меня рано будет. Иногда я капризничаю, иногда я даже плачу. А когда я уже покушал и почистил зубы, я люблю собирать игрушки. А мама с папой не берут игрушки, потому что уже большие. Они берут только кошелек. По утрам никогда не хочется вставать, потому что постелька такая теплая и мягкая. Но чтобы день не пропал даром, надо себя заставить умыться, почистить зубы и сделать зарядку. Еще только утром можно съесть вкусную манную кашу, потому что вечером ее уже нету. Ура! Наконец-то хоть один ребенок сказал, что вкусная манная каша. Все-таки почему-то дети к каше как-то относятся так, что невкусно, не хочу. Молодец, девочка. Детство, манная каша и не любовь – это вот все вместе всегда. Ешьте кашу, дорогие детки, и будете здоровы. Это всегда очень полезно и очень вкусно. Мы продолжаем. Житель французского города Тулон, Сириль Ру, потратил 5000 фунтов стерлингов, это около 400 тысяч рублей, на инъекции ботокса, чтобы походить на Мерелин Монро. Работает этот необычный парень официантом, а свою схожесть с легендой кино решил почему-то поддерживать только с помощью губ. И, похоже, ему это не удается. Это точно. Ну а сейчас на очереди 5 советов женщинам, как обрести истинную красоту и здоровье. Наша жизнь – это ткань из привычек. Работая над формированием правильных привычек, можно существенно улучшить или даже кардинально изменить свою жизнь. Именно об этом мы расскажем в сегодняшнем видео. Сразу оговоримся, что цель этого ролика – мотивировать вас на работу над собой. Мы знаем, что не открываем Америку, говоря, что правильный режим дня и ранний подъем – это очень круто. Но именно с пробуждения начинается каждый новый день. И наличие у вас правильного режима сна – это залог не только здоровья и красоты, но и хорошего настроения. Не забывайте начинать свое утро с улыбки. Многочисленные исследования подтверждают, что выпитая натощак вода не только запускает метаболизм и оказывает укрепляющее действие на организм, но и помогает в лечении многих хронических заболеваний. Помните, что для формирования привычки нужен 21 день. Чтобы вам было проще научиться пить по утрам, советуем оставлять на прикроватной тумбочке или столике приготовленный стакан с водой, который будет первым, что вы увидите, проснувшись. Каждодневное проветривание дома – это необходимость. Чтобы не забывать это делать, возьмите себе за правило открывать окно сразу после пробуждения. Заряд бодрости обеспечен. Сколько всего написано и сказано о пользе утренней зарядки, но процент людей, которые делают ее каждый день, по-прежнему очень мал. Уделите утром всего несколько минут упражнения, и вы увеличите поступление кислорода в организм, улучшите кровообращение и свою работоспособность. Включите себе любимую музыку, думайте о хорошем, научитесь получать от процесса удовольствие, ведь психологи доказали, что эмоциональный фон очень сильно влияет на формирование привычки. Вытирать лицо одноразовыми салфетками вместо многоразового полотенца, на котором накапливается грязь и бактерии – еще одна полезная привычка, особенно если у вас проблемная кожа. Следующий наш совет для всех девушек. Нанося любое средство на лицо, будь то крем или пенка для умывания, делайте это не хаотично, а по массажным линиям. Схему можно найти в интернете. Очень скоро, делая это регулярно, вы заметите положительные изменения на своем лице. Бережно ухаживая за кожей лица, многие почему-то забывают, что шея и зона декольте требуют такого же внимания и тщательного ухода. Привычка постоянно очищать и увлажнять эти части тела поможет вам уберечь себя от сухости, морщин и дряблости. Следующая привычка поможет вам держать свое тело в тонусе без особых усилий. Все просто – приседайте в любую свободную минуту, когда чистите зубы, делаете уборку или готовите. Кроме приседаний, советуем делать планку. Все знают, что много пить очень полезно для здоровья и красоты. Но как научиться соблюдать питьевой режим? Вот наши советы. Пусть вода всегда будет у вас на виду. Выпивая очередной стакан, наполняйте его снова. Если простую воду вам пить сложно, добавляйте в нее мяту, лимон и другие фрукты. Помните о том, что приятные ассоциации помогают в формировании привычки. Пусть вода постоянно будет у вас под рукой на рабочем столе, в сумке и в каждой комнате. И последняя на сегодня полезная привычка, о которой хочется сказать, не относится к красоте, но не будет лишней ни для кого. Читайте хотя бы пару страниц, но каждый день. Ведь отсутствие образования и узкий кругозор никакой косметикой не скроешь. Работайте над собой и помните, что все только в ваших руках. До встречи в новых выпусках. Я ей завидую. Она сделала зарядку, попила воду с лимоном, подочитала книжку и снова спать легла. Да, это идеальный день. Отпуск у человека. Идеальный понедельник. Как идеально провести отпуск. Но на самом деле так можно сложить и свой идеальный день. Это вставать пораньше, действительно делать зарядку и пить воду с лимоном. Это все очень полезно. Самое главное, не забывать это делать. Ну а впереди афиша программ ТНВ на сегодняшний день. И, как всегда, будет много интересного. Ксюша оказывается один на один с проблемами. Спасибо. Я сегодня ненадолго. Я уезжаю, попрощаться пришел. Куда? В Москву на верфак поступать буду. А как же мы? Как ребенок? Ну, Ксюша, я приезжать буду. Но очередное происшествие дает ей надежду на лучшее. Жилы бы есть? Сегодня вот здесь что-то странное началось. Так это малыш шевелиться начал. Как шевелиться? Вот так. Срок уже. Темные воды сегодня в 9.00. В каждой программе Фаридага Битова рассказывает вам о том, как сохранить здоровье и хорошее настроение. В этом выпуске вы узнаете принципы здорового образа жизни спортсмена Ирика Зинурова, а также многое другое. Подробности сегодня в 14.45. Мистер Кэттл? Вам не здоровится? Нет, миссис Твик, я чувствую себя отлично. Вы не пошли в банк? Нет. А сейчас, пожалуй, я сниму этот костюм. Этот фильм не часто показывают по телевидению. Между тем, он режиссерский дебют талантливого актера Юрия Соломина. Он же исполнил главную роль управляющего банком мистера Кэттла, который в один прекрасный день решил начать жить заново. Скандальное происшествие в Брикмеле. Смотрите сегодня вечером на ТНВ. Очень сильный ветер, снег. В общем, сегодня все замело. И наш коллега Данил Юркенжаев, который всегда так нас радовал своей такой точной, с очень точными прогнозами, не смог выйти сегодня на связь. И вот почему. Ну, потому что сегодня синоптики нам обещают облачную погоду, порывистый ветер, метель. И вы наверняка уже все это увидели сами. Мы советуем по возможности оставаться сегодня дома. Ну, а всем тем, кто пойдет на работу, захватит с собой лопату, хотел бы я сказать. Сегодня ожидается по республике от минус одного до минус четырех. И, как я уже сказала, будет ветрено. И со всех сторон просто, я не знаю, метет. В общем, вот такая погода нас сегодня ожидает. Ух! Да, это будет весело, это будет интересно. Мы говорим вам здравствуйте, наша программа продолжается. Ну, и сейчас самое время размяться, как мы и обещали. Моя коллега Соль сейчас расскажет, как это можно сделать легко и просто, а еще все это будет выглядеть, как в самой настоящей сказке. Смотрим. Привет, а что это вы делаете? Привет, Асоль. Мы делаем сяяу, мостик. Я тоже хочу научиться делать мостик. Подожди, подожди, подожди. Для того, чтобы встать в мостик, нужно сделать подготовительное упражнение. Хорошо, я готова. Начинаем, как всегда, с разогрева. Растираем спиночку, чтобы стало горячо. Молодцы. Далее делаем Бабу-Ягу и Кощей Бессмертного. Сегодня мы будем говорить о русских народных сказках? Да, русские народные сказки в китайской гимнастике Ушу. Сейчас ты узнаешь, почему Баба-Яга и почему Кощей Бессмертный. Ноги ставим широко. Поясница вперед. Руки на пояснице, подбородок прижат. Баба-Яга. Делаем счет. Один, два, три, четыре. Кощей Бессмертный. Голову запрокидываем и смеемся. Повторяем. Один, два, три, четыре. Кощей Бессмертный. И последний раз. Один, два, три, четыре. Кощей Бессмертный. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Выполняя это упражнение, через два-три месяца ты обязательно сможешь сделать сяяу из положения стоя. Занимайтесь вместе с нами, занимайтесь с детьми. Всего доброго. Будьте здоровы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот видишь, Баба-Яга и Кощей Бессмертный пришли в китайскую гимнастику Ушу. Да? А у тебя чуть-чуть там не началось раздвоение личности, да? Нет, ну, детей зато очень легко приучить заниматься Ушу, если вот сказочный персонаж там присутствует. Удобный способ. Многие из нас склонны держать в голове несколько текущих задач. Купить молока, перезвонить маме, погладить блузку, внести квартплату и так далее. Главное, что этот постоянно пополняемый список в голове не всегда выполняется. Ну, главное держать в голове, а выполнить можно и потом. А все потому, что незаконченные дела занимают ум, но не запоминаются нами. Поэтому лучше не загружать память, а выносить дела на лист бумаги. С чем я согласна? Да, это очень удобно. И в конце дня стоит сесть поудобнее, закрыть глаза и прокрутить все события дня в обратном хронологическом порядке. Память выдаст те невыполненные задания, которые вы забыли записать. Сейчас в нашей программе очередные полезные советы. Ну, а потом, потом мы с вами расскажем много интересного и полезного. Это кто такой? А ты кто такой? Я? Родственник? Дальник. Самый большой процент руководителей, принимающих на работу своих родственников и знакомых в России – 72%. Этот показатель намного выше, чем в Европе. Почему так происходит? Каких же ошибок следует избегать работодателям? Кого не следует принимать на работу? Как ни странно, в такой группе можно отнести квалифицированных достаточно специалистов. Когда человек с легкостью справляется с поставленными задачами, его ничто не развивает, он не учится новому, он не растет ни карьерно, ни в финансовом плане. Велика вероятность, что, получив параллельно какое-то более интересное предложение, он достаточно быстро примет его и покинет вашу компанию. Если вы принимаете на работу родственника, будьте готовы к тому, что ваши отношения могут испортиться. Родственник он вам или нет, на работе он подчиненный и должен вести себя соответственно правилам фирмы. Родственники, как правило, переносят на работу семейные отношения. Рано или поздно это вызовет серьезный конфликт. Если мы смотрим на наши компании, их объединяет не только задачи, которые они выполняют в своем сегменте рынка, но и некий дух, некая атмосфера, некая корпоративная культура, как это у специалистов по персоналу называется. И человек, который приходит в компанию, уже сложившуюся до него, он должен попадать в нее и по тому самому духу. Старайтесь не принимать на работу друга. Работа с ним, как с подчиненным, может превратиться для вас в сплошной кошмар. Друзья требуют к себе особенного отношения и дополнительного внимания. Они могут вообразить, что общие правила нет для них. Разнообразных недоразумений вам не избежать, а в результате ваша дружба может оказаться под угрозой. Хотя бывают и исключения. Предприниматель Роман Зареев принял на работу своего друга и в какой-то степени даже помог ему в развитии своего бизнеса. Проработали мы с ним вместе два года. В общем, все было неплохо. Сейчас он открыл свой бизнес, поэтому в какой-то степени, может быть, даже помог ему чем-то. Также с ним общаемся хорошо, поддерживаем связь. И он опыта набрался. Также в этой сфере работает. Не трудоустраивайте ни родственников, ни друзей ваших сотрудников. Если кандидат окажется плохим работником, это вызовет негативное напряжение между вами и тем, кто его порекомендовал. Не берите работника из сожаления. Вам нужны люди, которые помогут компании развиваться, а не те, которых компания будет нести на себе. Сразу проясните с ним ситуацию при трудоустройстве. Если же человек приходит первый раз устраиваться на работу, у него, естественно, нет опыта прохождения собеседования. Вот он немножко может теряться, волноваться. Но на это не стоит так сильно обращать внимание. То есть он может раскрыться в дальнейшем. Для того, чтобы выбрать достойного сотрудника, нужно время. Пообщайтесь со всеми претендентами, возьмите тайм-аут, подумайте над их слабыми и сильными сторонами с учетом будущей должности. А затем принимайте окончательное решение. Действительно, очень полезные советы. И правильно подобрать работника очень сложно. И вот все эти тонкости, если соблюсти, то можно действительно построить очень хороший бизнес, который будет работать и процветать. И неправда, когда говорят, что с друзьями вместе работать нельзя. Все зависит от людей. И если вы действительно друзья, то ничего не сможет помешать вашей дружбе. Но не будем забывать, что дружба, основанная на бизнесе, намного лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. Да, правильно. А вы продолжаете смотреть программу «Здравствуйте». И мы продолжим говорить о здоровье. Как настроить себя на выздоровление? Вы узнаете из следующего сюжета. Есть такая шутка. Если больной очень хочет выздороветь, то медицина бессильна. Если же говорить серьезно, то и сами доктора утверждают, что позитивный настрой пациента, желание жить, его вера в себя и влечащего врача может творить чудеса. Между психикой и телом существуют какие-то координации и, соответственно, связи, по которым одна инстанция может влиять на другую. Психика может влиять на тело, тело может влиять на психику. И каждое влияние может быть и саногенным, то есть оздоравливающим, или патогенным, то есть вызывать болезни. Если вот у человека вот есть такая сильная воля к жизни, создается стойкое мотивационное состояние, раз уж мы говорим о состояниях, которое начинает вообще-то оздоравливать человека. Он начинает психологически бороться с своей болезнью. Существуют проверенные методики, которые помогают человеку разбудить свои внутренние ресурсы и направить их на выздоровление. Ведь наш организм – это система, и одна из ее основных задач – поддерживать свое благополучие и работоспособность. Болезнь – это сбой в системе. Поскольку ваша воля главная, то иммунная система слушается. Это ошибка иммунной системы, аллергия. Она может ошибаться двумя способами. Она может не работать там, где надо, и возникает онкология. Организм не видит свою болезнь. Но вот если вот этим методом наусикать, так сказать, иммунную систему на онкологию, то она спохватывается, начинает атаковать, и это очень мощная атака. У нас она специализирована. Основная функция иммунной системы, если вы не знаете, это уничтожение опухоли. А уже потом микробов и вирусов. Мы засвечиваем опухоль для иммунной системы, она ее атакует. В западных странах для пациентов с серьезными заболеваниями проводят специальные семинары, где их пошагово обучают методикам работы с собственным организмом. В нашей стране задача заболевшего человека – проявить максимальную активность в своем стремлении выздороветь. Одним из эффективных шагов наряду с обращением к лечащему врачу станет поиск медицинского психолога либо психотерапевта. Вы представляете себе, например, себя, реагирующую на аллерген. Вот это ваше представление. Размещаете где-то слева. Теперь вы представляете себя, не реагирующей на аллерген. Ну, просто нюхающий эту травку, например, там, ну, запах. Это вот это справа. Теперь вы используете свою волю. Здесь воля является именно лечебным фактором. Вы выбираете. Вот что вы хотите? Ну, конечно, вот это. Ну, выберите вот это. Вот это. Ладно, вы это к себе приближаете, это отдаляете. Вот что-то в этом роде. Известно, что ни одна методика не дает стопроцентных результатов. И то, в какую часть статистики попадем именно мы в процент выздоровевших или неизлеченных, по сути, зависит лишь от нашей собственной воли и активного желания быть здоровым. Мы говорим вам здравствуйте и желаем здоровья. А в нашей студии уже появилась... Камила Хакимулина, чтобы рассказать о культурных событиях, которые произойдут в нашем городе сегодня. Камила. Всем привет! Сегодня 5 февраля и с вами Камила Хакимулина. Начинаем новую неделю с легких и увлекательных выставок. Внимание к сюжетам! Бесплатная выставка «Татарская слобода». На выставке представлено 20 картин, выполненных в жанрах городского пейзажа, портрета, натюрморта. Вы увидите старые районы города, татарскую слободу, образы типичных казанцев. Все работы Алины Замиловой наполнены добротой, светом и любовью. Индийская выставка «Ярмарка». У казанцев есть уникальная возможность окунуться в атмосферу восточной культуры, почувствовать ароматы специй, ощутить нежность шелка и настоящий индийский колорит. Вы сможете на выставке продажи индийских товаров. Чай, косметика, текстиль, изысканные украшения из натуральных камней, изящная резная мебель, аксессуары для дома, сувениры ждут вас. Не пропустите эти великолепные выставки. И напомню вам, что они абсолютно бесплатны. Но это еще не все. Советую посетить еще одно интересное мероприятие. Смотрим. Звезды Шаляпинского фестиваля встретятся с казанскими зрителями в Доме актера. Вас ждет откровенный разговор с театральным режиссером Ефимом Майзелем, вокалистами Борисом Стаценко, Михаилом Светловым, Гульнорой Гатиной и Венерой Протасовой. Не пропустите. Эта рубрика создана нами, специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящем в нашем городе. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Ты заметил? Да, я заметил. Что я заметил? Мы с Камилой сегодня в одной цветовой гамме. Да, вот я это сразу заметил. Спасибо, Камила. Ну а мы продолжаем нашу программу. И сейчас вот, что вы увидите сегодня на нашем канале. Ксюша оказывается один на один с проблемами. Спасибо. Я сегодня ненадолго, я уезжаю, попрощаться пришел. Куда? В Москву на верфак поступать буду. А как же мы? Как ребенок? Ну, Ксюша, я приезжать буду. Но очередное происшествие дает ей надежду на лучшее. Жилоба есть? И сегодня мы здесь, что-то странное началось. Так это малыш шевелиться начал. Как шевелиться? Вот так. Срок уже. Темные воды сегодня в 9.00. В каждой программе Фаридага Битова рассказывает вам о том, как сохранить здоровье и хорошее настроение. В этом выпуске вы узнаете принципы здорового образа жизни спортсмена Ирика Зинурова, а также многое другое. Подробности сегодня в 14.45. Мистер Кэттл? Вам не здоровиться? Нет, миссис Твик, я чувствую себя отлично. Вы не пошли в банк? Нет. А сейчас, пожалуй, я сниму этот костюм. Этот фильм не часто показывают по телевидению. Между тем, он режиссерский дебют талантливого актера Юрия Соломина. Он же исполнил главную роль управляющего банком мистера Кэттла, который в один прекрасный день решил начать жить заново. Скандальное происшествие в Брикмеле. Смотрите сегодня вечером на ТНВ. Как всегда на нашем канале много разнообразных программ, и наверняка вы что-то нашли себе по вкусу, и обязательно сегодня посмотрите. Ну, а сейчас у нас продолжение астропрогноза. Весы. Сейчас ваш энергетический потенциал не слишком высок. Старайтесь правильно питаться, высыпайтесь и больше времени проводите на свежем воздухе. Или же в компании приятных людей, если погода не позволяет. Скорпионы. Не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи, так как сейчас с возникшими вопросами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. Новые любовные увлечения пойдут вам на пользу. Кому они еще во вред пошли? Согласен. Стрельцы. Сейчас вам может прийти мысль, что если немного схитрить со своим начальством, то у вас появятся какие-либо привилегии. Но не стоит обольщаться на этот счет. Понял? Понял. Не обольщайся. Козероги. Не имейте дел с людьми, которые придут с предложениями заработать нечестным путем. Авантюрные мероприятия принесут вам результат абсолютно противоположный ожидаемому. Водолея, сегодня может стать немало вопросов относительно работы, с которыми придется справляться в одиночку. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. Рыбы, у вас будет получаться буквально все, за что не возьметесь. Вы будете очень этим довольны и ваше хорошее настроение передаться окружающим. Если планируете пройтись по магазинам, то либо не берите с собой крупных сумм, либо возьмите человека, который сумеет удержать вас от нерациональной траты средств. А лучше взять сюжетного человека. Наша программа на этом завершается, но завтра мы расскажем вам много интересного и полезного. Вот что именно. Зима, не время болеть. Как быстро вылечить ренит и обойтись без осложнений? Счастливые люди, она творит на радость себе и людям. Приятного аппетита! Очередной рецепт в вашу кулинарную копилку. Ну что ж, неделя началась, и мы надеемся, что сюрпризы погоды не помешают вам добраться до работы, и настроение вам точно не испортят. Так что главное, чтобы у вас всегда в душе пили соловей совсем-совсем скоро весна. Да, и действительно, весь снег, который выпал сегодня, он растает, и деревни зацветут, и будет тепло. Ну а сейчас мы с вами можем только наслаждаться зимой, которая уже очень скоро нас покинет. А сегодня с вами были Ассоль Мухамедзянова и Рустем Каримулин. Завтра в 8-10 утра ждем вас на этом же месте, в этот же час. Отличного всем дней, прекрасной недели. Пока-пока, спасибо за внимание. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова